Преподобный Ефросин родился в Карелии. В юности он был послушником в Алаамском монастыре, а постриг принял по совершеннолетию в Тихвинской и Успенской обители. Со временем в нем все больше и больше пробуждалась тяга к отшельнической жизни. И в 1600 году он ушел таки за 50 верст от устюжны, да на берегу Синичьего озера в диких болотах начал свое пустынножительство. Поставил крест, выкопал пещеру небольшую и так два года провел в совершенном уединении, питаясь только дикими растениями. А после преподобного нечаянно нашли местные и стали к нему приходить за наставлениями. Кто-то и вовсе оставался жить под руководством святого Ефросина. Так постепенно образовывалась Троицкая Синозерская пустынь. Через 10 лет на Россию напали поляки, разоряя все на своем пути, и многие люди спасались в обители преподобного от разбоя полячьего. Но вот однажды святой Евросин прозрел, что враги идут на его пустынь и посоветовал всем бежать скорее, спасаться. Многие не поверили ему, спрашивая, почему же ты, отче, не уходишь с этого святого места? Я пришел сюда умереть ради Христа, ответил им старец. Кто послушался святого и ушел из обители, спаслись. А те, кто остались, все погибли жестокой смертью. В ночь перед нападением преподобный Ефросин облегся в схему и до утра молился, а затем вышел навстречу врагу и встал подли водруженного креста. Старец, отдай нам имение монастыря, потребовали поляки. Все имение этого монастыря и мое в церкви Пречистой Богородицы, ответил им преподобный. Разумея, то не крадомая богатство, которое для верующих сокрыто в Боге. Непонявшие его захватчики бросились к храму, а один из них зарубил мечом преподобного Ефросина. Разгромив пустынь, поляки ушли из нее ни с чем. Вернувшиеся в обитель люди, обливая слезами с честью, погребли тело святого Ефросина и вместе с ним всех, кто погиб от меча. 2 апреля. День памяти преподобномученика Ефросина Синозерского. День памяти преподобного Ефросина Синозерского. Субтитры создавал DimaTorzok